Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня стартует долгожданное заседание американского регулятора. Но итоги его, как уже по устоявшейся традиции, будут подведены в среду. Мы ждали это событие очень долго, поскольку прекрасно понимаем, что именно заседание Федрезерва, текущее, последнее в этом году, станет тем самым переломным моментом для динамики доллара, когда нам точно удастся определиться с дальнейшей ценовой тенденцией и дождаться вот этой волатильности, на которую, в принципе, уже очень многие настраиваются, потому что все устали от вялой динамики, в том числе и по индексу доллара. Индекс американской валюты сейчас демонстрирует умеренное восходящее движение, но это, друзья, только лишь начало, потому что после тех отчетов, которые мы получили по инфляции, основной индекс потребительских цен и базовое значение инфляции, они фактически указали нам на то, что у ФРС нет другого варианта иных способов действий, кроме как дать рынку вот это самое ускоренное сокращение программы количественного смягчения, потому что только лишь ужесточение монетарной политики может сейчас вмешаться в текущую ситуацию и попробовать решить проблему с зашкаливающей инфляцией. Небольшая ремарка, опять же, в сторону того отчета, который был опубликован в пятницу. Общий индекс потребительских цен достиг 6,8%. Это максимальное значение за последние 40 лет. Базовая инфляция также выросла, там, правда, период максимальных значений более короткий, но все равно максимум за десятилетие. И рост инфляции, он почти наверняка будет продолжен и в рамках декабря, и в начале 2022 года. Потому что, если мы начнем перечислять причины, которые разгоняют инфляцию, мы поймем, что эти причины сейчас также актуальны, как и месяц назад, и даже в середине этого года. Это сохраняющиеся проблемы с логистикой, срывы цепочек поставок, дефицит рабочих кадров, рабочей силы. Я на прошлой неделе в одном из своих брифингов приводил вам в качестве доказательства того, что сейчас, если мы будем анализировать данные по рынку труда США, легко сможем увидеть показатели вакансий, которые доступны, и их число превышает 10 миллионов. При этом количество соискателей практически вдвое меньше. Работодатели конкурируют в прямом смысле за каждого работника и пытаются предложить те самые условия, из-за которых работник останется на рабочем месте. Более высокие зарплаты по классике жанра в каждом учебнике экономической теории прописано. Рост зарплаты – это один из бустов повышения инфляционного давления. Ну и, конечно же, цены на энергоносители вкупе с реализацией отложенного потребительского спроса. Если взять такую тепловую карту факторов влияния на показатели инфляции, я бы даже сейчас затруднился выделить какой-то один из этих компонентов как основной воздействующий на индекс потребительских цен. Поэтому давайте не будем отдавать кому-то первое место, кому-то второе, просто представим эту дорожную карту, тепловую карту, и каждому из этих компонентов будет отведена вот равная доля. Инфляция есть на чем расти дальше, поэтому ФРС, конечно же, прекрасно это понимает и знает лучше, чем мы. Но сейчас уже не время полагать и надеяться, что все само собой разрешится. Нужно действовать и от регулятора завтра, друзья. Мы ждем ускорения, сокращения программы количественного смягчения вдвое до 30 миллиардов долларов в месяц. Как на это отреагирует доллар, если, опять же, все будет правильно, все будет так, как и должно быть в плане реакции национальной валюты на такой жест центрального банка, мы можем увидеть очень резкое укрепление курса американского доллара. Но даже на текущем этапе, когда я уверен на 100 процентов, что так оно и будет, я рекомендую не лезть непосредственно в индекс доллара, а работать с другими активами, где помимо доллара в связке, если рассматривать валютную пару, ту же самую евро против американцев. Есть еще европейский национальный фундаментальный фон, негативный, который может поспособствовать дополнительному давлению на позиции главного валютного риска. Золото 1785, золото тоже нуждается в том, чтобы его раскачали, об этом я говорил накануне. Мы анализируем, продолжаем анализировать отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, общее сокращение длинных позиций с 226 тысяч до 217 тысяч. Вот в одном из комментариев вчера у нас спросили, почему так происходит. Но я могу почти наверняка сказать, что падение, сокращение общего спекулятивного ланга отражает рыночные ожидания того, что ФРС будет повышать ставки. Из-за этого будут расти доходности американских облигаций. Просто инвесторы, спекулянты держат сейчас кэш, деньги, чтобы потом отправить их в долговой рынок, где ставка может оказаться, если еще и решать проблему с инфляцией, повыше доходность, точнее, чем то, что можно заработать на рынке драгоценных металлов. Облигации, они априори могут быть куда более привлекательными для инвесторов, потому что в отличие от золота, они гарантируют и процентные платежи, купонные выплаты, не только изменения номинала, а золото это только лишь если меняется курс. По золоту я, как и ранее, ориентируюсь на все-таки развитие еще одной волны распродаж с целями 1760-1750. Европейская валюта 1.1277. Здесь тоже, друзья, режим ожидания уже активирован был довольно-таки давно, и все ждут развязки именно по факту заседания американского регулятора. Вчера был пересмотрен прогноз экономического роста еврозоны на четвертый квартал этого года и на первый квартал 22-го года. Он был понижен практически вдвое, с 0,7 до 0,4%. На фоне тех данных, которые ранее мы видели по производственным сектору, по бизнес-оптимизму инвесторов ЗИО и Айфо, логично, что такие мрачные цифры. Плюс ко всему, не забывайте, что, пожалуй, главным риском для еврозоны сейчас является активное распространение микронштаба. И если еще неделю назад пытались как-то продавить позитивные новости относительно того, что его влияние не такое серьезное, как могло бы быть, как ожидалось, то сейчас, чем больше времени проходит, тем больше мы убеждаемся в том, что это реальная угроза. Количество заболевших растет. Посмотрите, что происходит в Англии. 40% всех новых случаев инфицирования приходится как раз на омикрон. Англия уже практически в частичном локдауне, и эти меры могут быть дальше усилены. Англия – это не единственный прецедент. Если копаться в статистике по многим регионам еврозоны, мы также найдем подтверждение роста количества заболевших. И вирус этот распространяется в разы стремительнее и быстрее, чем прошлые дельты. И имейте, друзья, это в виду. Экономика валютного блока вот-вот столкнется с серьезными негативными последствиями. В этот четверг от ЕЦБ я жду подтверждения того, что политика останется стимулирующей. Ожидаю укрепления курса доллара. И на фоне всего, что я сказал, пожалуйста, есть очень хорошие шансы добить до поддержки 1.12. Фунт против доллара уже 1.3199. Цель 1.30 актуальна. Эпидемиологический фунт крайне негативный. На этом прям можно и закончить. Потому что при таком фундаменте не будет ни повышения процентной ставки, ни сокращения программы количественного смягчения. В этот четверг, кстати, когда Банк Англии проведет очередное заседание. И не будет причин для роста. Поэтому фунт такой же аутсайдер, как и прочие рисковые инструменты. Рынок нефти. Не закрепились мы выше 76,50. Поэтому сейчас приоритете шорта. Ожидание, что нефть будет снижаться. Ну, конечно же, это так. Потому что при укреплении позиции доллара хуже будет тем инструментам, которые номинированы в американской валюте. Это пострадает все сырье. Поэтому, в принципе, я и шорчу золото тоже. В том числе нефть с целями 70 я обозначал уже давно. Но поскольку ожидаю резкое падение спроса на фоне значительного роста предложения. Вчера детально рассказывал по цифрам, что и как. Весы даже представляли мы, где баланс, где спрос, где предложение. Можете пересмотреть прошлый брифинг. Убедитесь в том, что имеют место быть те аргументы и доводы, которые я приводил. Ну и рынок криптовалют, биткоин, как и ожидалось, продолжаем снижаться. 46 951 доллар. Цели 30 тысяч и повыше. Ну, ближайший цель ориентир 40 тысяч. Они все еще актуальны. Следим за компанией Evergrande. Каждый день это день потенциальных негативных новостей о просроченном платеже по облигациям евровым, долларовым. И как только эта новость появится, они точно будут появляться. Потому что каким-то чудесным образом компания не сможет найти деньги в таком количестве, чтобы покрыть свои долговые обязательства. Это еще один шаг в сторону близкого, скорого, неизбежного дефолта, который опрокинет вообще всю криптовалютную индустрию. Готовьтесь к этому, друзья. Риск, который точно игнорировать не нужно. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.